Встреча с ТВК Все эти условия не позволяют вредным веществам рассеиваться в воздухе. Новости ТВК сегодня связались с независимым экологом Сергеем Шахматовым. Он рассказал, что их измерения показывают превышение показателей многих загрязняющих веществ, таких как бензопирены, например, диоксид азота. При этом экологи отмечают, что вещества эти выделяются и при движении автомобилей, и от выбросов предприятий. Также, по словам Сергея Шахматова, необходимо изменить степень опасности режима НМУ. Тогда некоторые загрязнители будут вынуждены еще больше снизить свою активность. Наверное, нужно было бы нашему гидрометру все-таки попробовать ввести НМУ в второй степени, чтобы уже совершенно точно, в обязательном порядке, заставить предприятия основных эмиссионеров, от выбирающих веществ сократить на 30% выброса. Я не знаю, почему этот режим не вводится. На самом деле, ситуация тяжелая в Краснодарстве. Четверть продуктов в России – фальсификат. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме. В своем выступлении, которое приводит РБК, Алексеенко подчеркнул, что подделывают все виды продуктов, кроме яиц. А вот Роспотребнадзор данные о фальсификации не подтвердил. Ведомстве заявили, что качество продуктов российских серьезных нареканий в основном не вызывает, а среди некачественных лидируют импортная рыба и бахчевые. Новости ТВК сегодня связались со специалистами Центра стандартизации и метрологии, где регулярно проводят рейтинговые оценки товаров с красноярских прилавков. Там пояснили, чаще всего фальсификат встречается в молочной и мясной продукции. Так, например, в сливочное масло, сгущенное молоко, творог, кефир и мороженое производители добавляют кокосовое и пальмовое масло, а в колбасу мясные консервы и полуфабрикаты, сою и крахмал. Специалисты советуют, первое, что нужно сделать при покупке, это внимательно изучить маркировку и состав. Приходя в торговую сеть, мы должны внимательно читать маркировку, потому что у нас на сегодня есть молочные продукты, например, и молочно-составные продукты. Есть такой продукт, как называется сметанка, и есть сметана. Поэтому, читая состав, например, если мы покупаем масло сливочное, то в составе должны быть указаны сливки, продукты, разделенные сливок. Если мы приобретаем сметану, то в составе должны быть указаны сливки и закваска. Обратить внимание нужно и на цену, она не должна быть слишком низкой. Например, килограмм масла не может стоить меньше 500 рублей, а докторская колбаса меньше 200, отмечают эксперты. Если вы сомневаетесь в качестве того или иного продукта, заходите на сайт протнадзор.инфо и оставляйте там жалобу. Специалисты Центра стандартизации учтут ваше заявление во время рейтинговых оценок. О том, что приходится покупать дороже, если, конечно, есть деньги, нам сегодня рассказали и красноярцы. Опрос на улице показал, что далеко не все довольны качеством продуктов. Ну, покупаю, чтобы подороже стараюсь, когда деньги есть. Но вообще качество, конечно, желает лучшего. Ну, хлеб оставляет желать лучшего. Свежий хлеб, который выпекает, еще можно есть. А так, в общем-то, качество плохое хлеба. Конечно, много некачественного, невкусного даже. Поэтому стараемся подороже приобрести, ну, полезного. Сейчас совершенно по-другому люди подходят к выбору продуктов. То есть в магазинах, я вот смотрю, даже молодые люди, пока они не изучат все, что написано на этикетке, пока не посмотрят срок годности и так далее, они не берут продукты. Очень недовольны. Хлеб очень плохой стал. Не знаешь, где купить, куда пойти. Торт с плесенью. Именно такой десерт сегодня приобрел один из жителей Красноярска. Мужчина рассказывает, утром пришел в известную в городе кулинарию. Его семья там часто приобретает сладости. Попробовав десерт дома, красноярцы ощутили странный вкус. А когда перевернули кусок торта, увидели, что он весь покрыт плесенью. Все это они сняли на камеру. Мужчина говорит, что уже днем торт вернул и обратно получил все свои деньги. Несмотря на это, он намерен обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. И к другим темам. Изменить схему начисления, повысить расходы на здравоохранение и образование и задуматься об отмене контрсанкций. Эти темы обсуждают эксперты на проходящем в эти дни Гайдаровском форуме. Напомню, это ежегодное мероприятие для обсуждения идей и подходов к пониманию экономических, политических и социальных процессов в стране. Выступают на нем политики и различные эксперты. К примеру, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что санкции против России и контрсанкции скоро перестанут действовать. Связано это якобы с улучшением отношений с Западом. В свою очередь, глава счетной палаты страны Татьяна Голикова обратила внимание на ситуацию в медицине и образовании. По ее мнению, эти сферы требуют многомиллиардных вложений и внимательного отношения к расходованию этих средств. Много говорили и о пенсиях. Министр финансов России Антон Силуанов, к примеру, заявил, что возможно пенсию стоит начислять в зависимости от нуждаемости получателя. Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы, более справедливую, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше, кто в них меньше нуждается. И такая стратегия позволит нам совершить маневр внутри бюджета, больше средств направлять в здравоохранение. Говорили и о повышении пенсионного возраста. Здесь мнения разошлись. Например, экс-глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что пора его повышать для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65. В счетной палате, напротив, уверены в том, что это не решит всех проблем в сфере и необходима иная модернизация. Музеифицированный троллейбус. Именно такое транспортное средство скоро будет ездить по Красноярску. 16 января в нашем городе запускают экскурсию «Красноярск времен Сурикова». В полдень от железнодорожного вокзала отправится именно этот троллейбус. Он проследует по местам, где жил и бывал Василий Суриков. Но во время движения экскурсовод расскажет подробности жизни и творчества великого красноярского художника. Такие экскурсии будут проходить до 24 января с 12 до 14 часов. Напомню, троллейбус начинает движение у железнодорожного вокзала и поедет до медицинского университета и обратно. Стоимость проезда, как и в любом троллейбусе, 19 рублей. Мигранты-реставраторы, брошенные объекты и срыв сроков. И все, кстати, за миллионы бюджетных рублей. В старинном Енисейске сейчас идет масштабная реконструкция объектов культурного наследия. В рамках подготовки к 400-летию Енисейска. Почему идет эта реставрация сплошь со скандалами, прямо сейчас расскажет моя коллега Екатерина Кошуйчик. Она несколько часов назад вернулась с севера края. После демонтажа бетонных полов была выявлена историческая отмозка. То есть даже не знали, что у нас здесь есть? Да, да, да. Соответственно, никто не знал этого. Сюрпризы из прошлого – единственная объективная причина, которая не дает старинным зданиям сейчас обрести первозданный вид. Все остальные причины – сплошь человеческий фактор, который скидывают с одной головы на другую. К юбилейному 2019 году городу-церкве Енисейску должны были вернуть 22 объекта культурного наследия из тех, что сейчас разрушены. В 2016-м должны были закончить 9 объектов. Почти половина из них сегодня, в новом 2017 году, выглядит не совсем готовыми. Самой скандальной стройкой по праву считается вот этот Богоявленский собор. Сейчас его сложно узнать за строительными лесами, но местные жители говорят, после того, как реставрация здесь закончится, его будет не узнать вообще. Просто потому что на месте работают не специалисты, реставраторы, а просто гастарбайтеры. Используют они штукатурку и свой собственный вкус. Ни о какой исторической точности речи не идет. Скандал прогремел буквально месяц назад, но, как говорят местные, те же люди и сейчас продолжают работу. Не отрицают этого и строители, но у них свой взгляд на то, почему дорогая и долгожданная реставрация, на которую нашли средства, похожа скорее на закапывание денег в землю. В Красноярском крае на сегодняшний день аттестованных специалистов, не квалификационных, а аттестованных специалистов 72 человека. Как можно с 72 человеками восстановить весь наш край? Никак. Зато можно легким движением ковша снести стенку памятника федерального значения, как это случилось в Троицкой церкви. А еще можно просто бросить на полпути реставрацию дома купца Бородкина. Этому объекту сейчас ищут нового строителя. Что с подходящими кадрами дефицит, подтверждают и власти. Говорят, красноярская реставрация сама нуждается в восстановительных процедурах. Мы возрождаем реставрационную базу края. Она была утеряна, к сожалению. Реставрация – это не новое строительство, не капитальные ремонты и не реконструкция. Это уникальные специалисты должны работать. Это должны работать люди, которые живут этой темой, и для которых эта тема очень родная и близкая. Есть объекты, которые также вызывают сегодня сомнения. На объектах работы не ведутся. Объекты сегодня остановлены. Пять объектов у нас на сегодняшний день в эксплуатацию сданы. Пять объектов. Объекты сданы в хорошем качестве. Три объекта у нас очень долго сдавались, их исправляли. А вот два объекта у нас в хорошем качестве сданы в этом году на ура. Хорошо. Хорошие объекты сегодня показали губернатору Толоконскому, который ход реконструкции контролирует лично. Только эти редкие красивые фасады не закрывают срыва сроков на остальных. Только за этот год в Енисейске недоосвоенными остались больше полусотни миллионов рублей из числа выделенных на возвращение городу первозданного вида. Екатерина Кашучик, Александр Тропин. Новости ТВК. Енисейск. Но плюс у дорогой, но не очень эффективной подготовки Енисейска к празднованию юбилея все же есть. Это то, что деньги власти выделили не только на памятники, но и на инфраструктуру северного города, который, например, хоть и стоит на реке, постоянно испытывает проблемы с питьевой водой. На месте губернатор сегодня принял решение о строительстве нового водозабора на 100 миллионов рублей. А еще о строительстве нового больничного корпуса в городе и о 25 миллионах, которые дополнительно Енисейск получит на ремонт дорог. Еще один подарок городу юбилеару – это избавление от аварийного жилья. Сегодня принято для Енисейска важнейшее решение о том, что в Енисейске эта программа будет продолжена. И в течение трех лет все граждане, которые на сегодня проживают в официально признанном аварийном жилье, в течение трех лет будут расселены. Вы знаете, 60-ти квартирный дом начнет строиться уже в этом году. Медики фиксируют превышение порога по гриппу. Как не заболеть, расскажем после рекламы. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Грипп не отступает. Число красноярцев с вирусными инфекциями растет, отмечают красноярские медики. Сейчас эпидпорог по гриппу в Красноярске превышен более чем на 27%. Росту числа заболевших поспособствовала и теплая погода на каникулах. При более высоких температурах вирусы активно развиваются. Чтобы не заразиться, специалисты советуют ограничить посещение массовых мероприятий. В закрытых помещениях и чаще мыть руки. А также больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины и не пренебрегать традиционными средствами профилактики. Чесноком, лимоном, луком, имбирным чаем. А вот тем, кто уже заболел, специалисты советуют не заниматься самолечением и сразу обращаться в поликлиники, в специальные кабинеты. При появлении признаков заболевания, при повышении температуры, лучше, конечно, вызвать врача на там, либо обратиться в специальный кабинет, минуя регистратуру. То есть у нас в поликлинике такой кабинет организован. Там отдельный вход. Пациенты данные не контактируют с посетителями лечебного учреждения. То есть они попадают сразу в кабинет к врачу с улицы. О наличии такого кабинета можно узнать, позвонив в регистратуру вашей поликлиники или из объявлений, которые размещены на входе в учреждение. Потеряла здоровье и деньги, а теперь не может получить за это компенсацию. В новости ТВК обратилась Татьяна Кубрак. Женщина рассказала, что год назад она упала на крыльце одного из торговых комплексов и серьезно сломала руку. Некоторое время она провела в больнице, ей вынуждены были сделать операцию. Теперь, говорит женщина, левая рука часто болит и не разгибается до конца. Кроме того, ей пришлось несколько месяцев провести в больнице. В этом она винит хозяина магазина, который не обезопасил скользкое крыльцо. И теперь женщина ищет свидетелей этого происшествия, чтобы обратиться в суд. Ее номер на экране. Им не хватает то, что сказали, что супруг это не является. Был у нас еще мужчина один, он отозвался. Приехали в суд, у них взяли паспорта, но почему-то их при этом не выслушали. Сказали, что будут затребовать дополнительные какие-то документы с больницы. Но я не знаю, было это затребовано со стороны судьи или не было. Вот как бы, вот такие вот дела у меня идут. И я сейчас хочу, конечно, думаю, что надеюсь, что кто-то отзовется. Может быть, видели это дело. Добавлю, что новости ТВК обратились к администрации магазина. Там сказали, что площадь у них в аренде и к крыльцу они не имеют отношения. Тем не менее, они пообещали помочь женщине, чем смогут. Связаться с администрацией всего комплекса сегодня не удалось. Далее рубрика «Юридическая консультация». Кто понесет ответственность, если вашу посылку вскрыли? И что делать, если машину продали, а налог приходит? Смотрим. Отправила знакомой на Новый год в другой город посылку. В ней были разные подарки, в том числе и духи. Опись не делала. Посылка дошла, но в ней не оказалось духов. Что теперь делать? Кто понесет наказание и с кого требовать возмещения ущерба? Адвокат Дмитрий Савинский говорит, что за недоставку или некачественную доставку, а также повреждение, отсутствие вложения, отвечает почтовая служба, которая приняла на себя соответствующие обязательства. Таким образом, с претензией о защите прав потребителей необходимо обратиться именно туда. Продала машину, заключила договор купли-продажи. Покупатель забрал договор, машину и уехал. Но до сих пор на машину приходит налог. Налоговые говорят, что договор купли-продажи не является основанием для снятия с учета в налоговой. Как теперь быть? Как снять машину с учета в налоговой, чтобы не платить налог? Налог может приходить в двух случаях. Либо ГИБДД не уведомила инспекцию Федеральной налоговой службы о смене собственника, либо налоговая не внесла соответствующие сведения в реестр. Рекомендую взять свой экземпляр договора и пойти с ним в ГИБДД и в письменной форме потребовать внесения изменений в реестр. После получения аналогичные требования направить в инспекцию Федеральной налоговой службы, при этом указать на незаконность начисления налога, говорит адвокат. Федеральная налоговая служба в том числе и у прокурора Расторгуева. С этого, говорит подсудимый, начался конфликт. Расторгуев заявил, что Шилкин ему угрожал, но не лично. Прокурор попросил знакомого повторить сказанное на диктофон, а затем эту запись приобщили к материалам дела. Дом Шилкина обыскали, нашли патроны и посадили в СИЗО на 12 месяцев. Накануне же суд вынес решение. Два года в колонии поселения. В программе «После новостей» адвокат Эдуарда Шилкина рассказал, что обвиняемые планируют до последнего добиваться своей правоты. Он говорит, я не отступлюсь, буду идти до Верховного суда, потому что я прав, я никаких угроз не передавал. Но это действительно так, потому что никаких доказательств нет того, что Шилкин передал Попову именно этот текст, понимаете. А какие темы пользователи активно обсуждали на сайте tvk6.ru, узнаем в рубрике «Интернет-обзор». В Новый год со старыми проблемами. В Красноярске 10 января в первую в 2017 году был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Черное небо заметили красноярцы. В социальных сетях горожане активно рассказывали о сильном запахе гари и смоги в разных районах столицы края. Но чаще всего жалобы поступали из Кировского и Ленинского районов, а также от жителей микрорайонов Солнечный. Проезжала мимо Красстец, впервые за этот год вдохнуло запах чего-то горелого. На улице Курчатого облака какими-то клочками плывут. Двор то темный, то ясный. По-моему, режим черного неба объявляют специально перед сильными выбросами. Ранее в Минприроды края заявили, что намерены усилить контроль за предприятиями в период действия режима НМУ. Во время черного неба заводы обязаны снизить выбросы в атмосферу. Если это условие не будет соблюдаться, то нарушителям может грозить штраф до 250 тысяч рублей. Кстати, в 2016 году на территории Красноярска режим черного неба действовал 58 дней, в 2015 году 67 дней, а в 2014 – 40. На этой неделе стало известно, что Красноярский край выступит на продажу сразу несколько важных предприятий. Так, краевые власти совместно с депутатами проработают вариант продажи оставшихся в собственности края 49% акций аэропорта Емельянова. Кроме аэропорта, Красноярский край планирует продать акции крупнейшей сети заправок КНП. По словам губернатора края Виктора Толоконского, предприятие, которое состоит из 13 нефтебаз и 138 автозаправочных станций, давно потерял свою рентабельность. Напомню, основной социальной задачей деятельности КНП являлось обеспечение северного завоза и сельскохозяйственных работ. Кроме того, через эту сеть заправок правительство региона влияло на розничные цены на бензин. Позднее губернатор пообещал, что все социальные обязательства край сохранит, а конкуренция не исчезнет, иначе продажи не будет. На этой неделе всех удивил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, который запретил строить торговый центр на набережной Енисея. По словам главы города, набережная – знаковое место, и оно фактически принадлежит красноярцам. Напомню, о том, что на берегу Енисея в районе речного вокзала может появиться новый торговый центр, стало известно в декабре 2016 года. Согласно эскизам, архитекторы планировали построить двухэтажные здания с арками и колоннами на площади в 10,5 тысяч квадратных метров. А на крыше нового ТЦ планировалось устроить зону отдыха и установить стеклянный купол. Ну а больше интересных новостей читайте на сайте tvk6.ru В продолжении выпуска о том, какое наказание может грозить тем, кто не пропускает скорую, а также покажем Красноярск образца 92-го года. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Сел пьяный за руль и поехал на красный, а пострадал пассажир. Очередное ДТП с нетрезвым водителем произошло этой ночью на перекрестке Молокова авиаторов. По данным инспекторов, автомобиль Митсубиши вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Тойотой, которая уже начала движение. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, но больше всего пострадала пассажирка автомобиля Митсубиши. Теперь водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Перегородил дорогу скорой, получишь срок. В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для автомобилистов, не пропустивших карету скорой помощи. Поправку собираются внести в законопроект о защите врачей. Родилась такая инициатива после случая на Камчатке, когда автоледи со своим мужем отказались пропускать врачебную машину, которая спешила на вызов. Пока водители разбирались, кто прав, пациент скончался, так и не дождавшись помощи. Накажут ли строптиву автолюбительницу, пока непонятно. В деле о смерти человека она проходит как свидетель. Но если поправку примут, то в подобной ситуации нарушителя будут судить за преднамеренное убийством, поясняют депутаты. На происшествие отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль разделяет всеобщее возмущение поступкам водителя, и его поведение должно получить, цитата, «юридическую и правовую оценку». И, как всегда, по субботам проект Натальи Кечина «Кинохроники Красноярия». Сейчас очень во многих высших и средних учебных заведениях студенты учатся по специальности «Социальный работник». Но в 92-м году этой востребованной теперь профессии первыми в крае стали учить в профтехучилище 41, и студенты имели возможность даже проходить стажировку за рубежом. Смотрим. В Красноярском профессионально-техническом училище номер 41 идет экзамен. Экзамен необычный. Конкурс на знание немецкого языка. Здесь формируется группа для поездки на учебу в Германию. С началом перестройки только открылись границы, и российские граждане получили возможность увидеть мир, в том числе и свободно изъясняться на языке Гёте. Причем возможность поехать за границу, повышать квалификацию была у всех желающих, не только у студентов ПТУ-41. «Этой специальности пока не учат ни в одном учебном заведении России или ближнего зарубежья. А вот служба, где нужны такого рода специалисты, уже есть. Если коротко, звучит это так. Работник социальной помощи и милосердия. Валентина Петровна Тюрикова. Она работает в частном секторе Красноярска, район Покровки. «Странствуйте, баба Ваня. Как здоровье-то у вас? Я однажды пыталась прикинуть свой километраж, но у меня не получилось так, потому что это очень грубо получается. Ну, 8 улиц по всей Покровке, ну, много, а сзади не обойдешь. Если мне приходится их сзади не обходить, вот по какой-то необходимости, то вот что, много, учитывая магазины тем более». Для окончательного отбора из претендентов, которые поедут на стажировку в Германию, прибыли специалисты из профтехучилища Липштадта. В 92-м в этом городе проживало всего 67 тысяч человек, и при этом в социальной службе обучали аж в трех профильных училищах. «Эти училища, как и остальные 77 этого направления в Северном районе Вестфалии, финансирует не государство, а Евангелическая церковь. И так по всей стране. По неволе задумаешься о роли церкви в развитии общества». В ПТУ-41 по итогам прослушивания председатель Совета Евангелических общин господин Оствинкель высоко оценил уровень подготовки наших абитуриентов и божелюбие и желание учиться помогать людям. К слову сказать, в колледже услуги предпринимательства, так теперь называется ПТУ-41, может быть, в том числе с легкой руки немецких коллег, до сих пор обучают профессии социальный работник. А тогда, в 92-м, в Германию поехали сильнейшие. «Я на работу в краевой больнице номер 2 города Красноярска в стоматологическом отделении медицинской сестры». «Горовая Лилия» закончила пединститут, имея образование учителя. Сейчас я, правда, работаю в салоне «Пингвин». Продаю мороженое. Если бы это было где-нибудь у нас в Союзе, то я бы ещё подумал, серьёзно подумал. «С Богом дорогу дальнюю, с Богом на труд и страдания». Наталья Кичина, Новости Плака. «С Богом, друзья, до свидания». Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа. «Нысь горе, под которыми он вряд больше сердечно вынё royce». С Богом.